Так, ребят, всем привет, всем добрый день. Сегодня вот такая у нас панорама. Такое вид, сегодня мы приехали на моречко. Тель-Авив? На море или нет? Ну, короче, сейчас пойдём прогуляемся сначала, а потом пойдём купаться на море. Здесь одели шортики, вот, короткий такой топик, одну футболочку и этот, потому что на улице очень-очень жарко. Хотя не так-то жарко, как казалось, если честно. Нормально пока, но, может, на первые секунды, пока я с холодной машины вышлю сюда. Вот, так что так, идём отдыхать. Вот, смотрите, это бабочки или... А, это мусор. Тюх. А, это какой-то мусор, кто-то хлопушку взорвал. А я думала, это бабочки. И вон море виднеется. Классно просто. Просто релакс тайм. Такой лазочек приятный вообще. Идёшь, проваливаешься. Вот это йогой занимается. Вот это просто лежит. Там он парус одинокий. Только не одинокий. Не один. Сейчас тут посидим, потом пойдём туда. На пляж. Не знаю, как водичка. Даже не пробовали воду ещё в этом году. Надела сегодня такую яркую футболочку. Вот. Знаете, лето всё-таки хочется ярких красок. Вот таких с паульмочкой. Класс. Смотрите. Море такое красивенное вообще просто. Шик-блеск. Просто людей мало вообще. То ли все на пляжах. Сегодня выходной. Людей очень мало. Я никогда не ела, чтобы на тушистенке было так мало машин. Обычно оно забито. Очень мало. Не знаю, где все люди. Такого цвета красивее на море. Бирюзовое-бирюзовое. На камере так не видно. Не знаю, как водичка. Но очень красиво. И сейчас пойдём, пройдёмся. Тогда нам буквально там мороженое съесть. И пойти обратно. Поедем на пляж. Мы, кстати, тут машину не славили. Тут просто стоянка платная. Не знаю, сколько она стоит. Но она платная стала. Раньше была бесплатная. Вот. Так что такие дела. Очень пустынно. Неожиданно пустынно так. И очень непривычно. Кто соскучился за морем, вот, пожалуйста. Смотрите, какой прекрасный цвет воды. Да, видите? Классно. Красиво. Ну, знаете, чем больше так живёшь, в доступности до моря, тем меньше оно тебя интересует. Лично мне так кажется. Тут, ребят, я вам скажу, народу. Но мне тут достаточно. Вот голода самая любимая, мороженое. Вот. Народу достаточно вот в центре. Прошли дальше. Мне кажется, знаете, туристы приехали, скорее всего. Потому что много наших. Посмотрите, видите? Вот это такое дело. Но всё равно народ не не полно. Так что не так уж много, как можно быть. Так, ребят, поднялись на мою улицу. Я не знаю, как называется. Мазаль Кэшет. Написано. Вот. Стрельца. Улица знаков зодиаков. Но вот видите, я стрелец, моя улица сейчас поднимемся по старому язгу. Пройдёмся по этим улочкам. Хотела там далеко не идти, остаться в голода и купить мороженое там. Но решили пойти дальше. Видите, как не жарко уже? Да, очень жарко. Это оказалось не очень жарко. Вот как-то сейчас я начала очень ощущать, что на улице жарко очень сильно. Прям невыносимо жарко. Поэтому сейчас иду умоюсь хоть и пойдём дальше. Жарко капец как. Ребятка зашла в этот в туалет. Кстати, очень удобный чистый туалет. Вот тут где-то вот здесь. Вот. Так что, кому надо, заходите. Умылась, но нет, сушилка не работала. Ну, я уже высохла. три секунды и сухой. Немного туристов, туристических фирм. Они ездят в автобусы, смотрите, сколько вышло. Идут все куда-то что-то смотреть, что-то узнавать. Ну, а мы идём напролом куда-нибудь. Много таких туристических, очень много предлагает. Трэвел какой-то класс. Смотрите. Ну, я не знаю, что это за фирма. Может, и русскоязычная, так что на английском разговаривали люди. Вот. Не знаю, с каких стран. Ну, как видите, достаточно много людей. Ну, как всем любимому виду. Вот, смотрите, какое чистое море. Видите, цвет этот. вид на Тель-Авиве. Заворовский, конечно, людей, кстати, не так уж много, кстати, людей на пляже, хотя, не так уж много купаются. Может, вода холодная ещё? Мне кажется, вряд ли. Надо пойти попробовать. Просто вода вообще такая бирюзовая. бирюзовая. Какие красивые фотки у меня получились в этом виде, но вот это волосы всё мне портят. Почему? Да? Верьте, всё портится. Что мне сделать? Вот так нормально. Вот так нормально. Вот, ребятки, прошли сюда. Смотрите, вот этот вид прекрасный. Рамка, которой все фоткаются в Инстаграме. Видите, с хэштеги Тель-Авив Алгияфа, visit Тель-Авив. В принципе, посмотрим, какой вид с этой рамки. Вы знаете, не самый лучший. Кто устанавливал, ничего не понимает. какие-то эти поприклеены. Непонятно, что это поприклеили. Вот. Вот он вид. Вот этот красивый. На пляже люди купаются. И я скоро пойду, честно, у него уже так жарко, что я очень хочу в этот греческий пак. Я уже очень хочу окунуться в водичку. Плавать не умею, но просто зайти. Смотрите, тут снова нет народа. Знаете, как это наплывами. Есть, нет, есть, нет. Где-то надо охладиться, выпить чего-то холодненького. Такое. Видите, в Тель-Авиве недавно был парад гордости. Я, кстати, ничего против не имею. Абсолютно. Я к этому отношусь ровно и спокойно. Вот. Каждый делает свой выбор. Видите, они здесь везде развешаны. Везде то есть кто хочет, то и делает. Я считаю, это правильно. Нельзя ограничивать людей. Как обычно, уже все закрыто. Ничего нет, ему зоны играет, люди расслабляются и сидят себе. А мы идем. Сейчас я вам скажу. Вот это мороженое вкусное. Вот. жилатерия, вафли, хаус, это, это очень вкусно. Вот. Лягофрэ, как это называется, вот так. А вот это, говно, вот это. не покупайте его. Оно, знаете, как будто туда клея добавили. Вот такое, невкусное. Вот это покупайте, то не покупайте. Я вам говорю, нормально. Я вам похоже не посоветую. Смотрите, это очень вкусное мороженое. Прям очень-очень. Я вам рекомендую. Рекомендицион. Заходите, вот, кстати, вот сразу эта барахолка, вон. машинный рынок. Это же магазинчик, которые, это под вашей, или платьишко какие-то продают, сумочки. Пойдемте посмотрим. Ребята, смотрите, там такие фруктики, эти коктейльчики. Да, я, кстати, никогда не покупала котельчик. Коктейльчик. Как-то я брезаю, что-то. Видите, какая красивая тут? Тут эти дворики, вообще, старенькие-старенькие. Красиво. Что-то в этом есть. Мне очень нравятся такие дома, которые вот так вот оплетены, вообще, классно очень. Среди парень тут есть шелковица черная. Кто соскучился, налетаем. Но оно не вкусное. Она какая-то сухая, я даже не пробовала. Где я попробую? Много же местная. Все, мы выходим, откуда пришли, в принципе, и едем на море купаться будем. Так, ребятки, все, выходим с Яфа, идем в машине и едем на море. Если честно, у меня уже так колет все, очень жарко. Я уже ничего не хочу, в общем-то. Хочется и ножки помочить, и если уже ножки мочить, то хочется уже раз зайти в воду. Так не хочется переодеваться. Ой, короче, я не знаю, что делать. Домой ехать, спать, ложиться. А еще кушать готовить завтра, на завтра. в общем, делов не проворот. Почти приехали мы на пляж, людей здесь море на море, море на море. Мы покрасили тогда эту водку красиво. Не знаю, мы сейчас местечко найдем, буквально на полчасика, раз зайти в водичку, обратно, и все, и домой поехать. Потому что сил уже моих нет на этом. Я уже переоделась, видите, собачка, у меня уже дрова, там купальник, но я не мог все-таки дойти в купальник и до пляжа. Надо так дойти, и я там разделась. Так, ребятки, все, она уже снялась. Такая водичка вообще прекрасная. В общем, вместо все это, водичка вообще просто супер-фокер. Теплая-теплая. Какой-то, знаете, доходились на дыре, потом, когда хорячее тело, там, там, еще было. Да, в самом деле, все равно. Смотрите, как классно, да? Все, не очень нравится. Ну, и скупания, естественно. Повезо, вчера, хотя бы не вернулась. Давай, ветер себе. Все такое получилось, вот я уже панельника, заводила, прошу, над кемок стоил. Ну, сейчас, как обычно мы на этом пляже были и вот здесь нормальный пляж все есть, души есть, раздевалки есть, туалеты есть, все цивилизованно, кафешка там есть, время уже почти 5 часов поэтому мы сегодня фаранчо и рендом, вот так вот, знаете, окунулись, сезон морской открыли и все, еще приезжайте, водичка очень теплая, можно купаться, ну разошли, покупались, вот и все, и вышла Роксана 15.45 почему-то показывает, 4, а, ну да, 4 часа, 4 часа, просто пока мы сейчас, все, нам 40 минут дома ехать, будет пол пятого, пока постираешься, покупаешься, кушать, приготовишь и уже как бы на работе надо, все спать больше всего люблю, кстати, свои вот эти шлепки, я, кстати, не переодевался назад я думаю, я так доеду дома, у меня лень уже идти переодеваться, подустала, ну короче, сейчас приеду в Иерусалим, там замерзну потом всегда холоднее, чем здесь, мне нравятся эти шлепки, видите, какие арбузики, 27 градус почти показывает, это было эти места на парковке тяжеловато найти сейчас, видите, сколько много народа, но как-то нам повезло, знаете, мы постояли 2 минуты, ну просто остановились и стояли 2 минуты, ждали и приехала машина с розом, точнее пришли люди, и они уезжали, и мы такие, о, вы уезжаете, да, отлично, значит, мы на ваше место вот видите, стол теннисами, там сейчас ветер, не очень будет удобно играть теннис но все же все есть, очень, очень хороший пляж, вот нам кафе, называется Хасис вот, ну даже сюда людей много, тут, возможно, мужики, вот купить, вот он автоматы, где-то можешь их купить, а не, это за коррель автомата почему-то там он раздевал, подружку, туалет, все есть, вот видите, там мужское, женский ряд ну такое место все, ребятки, всем спасибо за просмотр, такой поскольку сейчас насыщенный влог выходного дня ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что новый человек смотрит без подписки подписывайтесь пишите комментарии и всем пока-пока море очень красиво очень красиво